Девочка-пай Давайте мы откроем местописание. Я сегодня хотел бы рассмотреть одно местописание. Я читал Библию, оно коснулось меня. И я хотел бы порассуждать. Это записано в послании Иакова, 4 главе. Послание Иакова, 4 глава. Иаков – апостол Господа Иисуса Христа. И это интересно, если подумать над жизнью апостолов, первых апостолов, которые ходили, вы подумайте об этом, они жили, ходили больше трех лет с самим Господом. Какая привилегия. И все, что они пишут в Слове Божьем, это не просто теория, это не просто что-то, что они где-то когда-то услышали. Это то, как они жили, это то, как они видели, живет наш Господь. Потому что три с половиной года, живя на земле, Иисус Христос жил как человек, показывая, как должен жить человек с Богом. И прочитаю с 4 стиха. Слово, на первый взгляд, оно как бы строгое, но оно такое важное. Я размышлял над ним. Прилюбодеи и прилюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Прилюбодеи и прилюбодейцы, здесь имеется в виду не просто физическая измена, но также духовная измена. И я думаю, что в этом месте Писания больше упор на духовную измену. Любишь Бога. Но если ты любишь мир, а мир враждует с Богом. Это так же, как в браке. Союз и посвящение двух людей. И жена любит мужа, муж любит жену. И даже если они проходят трудности в браке. В браке бывают трудности. В браке бывает напряжение. В браке даже могут быть ссоры. Но недопустимо, чтобы жена сказала, ну мужу, ты мне тоже нравишься, но мне еще там кто-то нравится. Или муж жене так говорит. Это просто недопустимая вещь. Так же в духовном мире. Господь говорит, что если ты меня любишь, ты не можешь любить мир, все, что в мире, потому что мир враждует с Богом. И поэтому он говорит, что это такое слово, как прелюбодеяние, да, измена Богу. Кто думает или рассчитывает что-то возможное, или кто хочет, даже написано, кто хочет, не борется с этим, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревность и любить дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизься к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех важный обратиться в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. И вот первая важная мысль, очень важная, что Бог любит нас. Очень сильно любит Бог. И используется слово, что Он любит нас до ревности. До ревности. Мы можем видеть эту картину, что мы в завете с Богом. И позвольте заметить, дорогие братья и сестры, что мы добровольно и сознательно вступили в завет Бога. Я не верю, как раньше думал, что вот если мы побуждаем кого-то, пройди, произнеси молитву покаяния. Сейчас я понимаю, что мы делаем, если мы так поступаем, мы делаем медвежью услугу человеку. Потому что только рожденный свыше наследует Царство Божье. Но родиться свыше ты можешь только, если ты лично сам захотел прийти к Богу. Не просто, что кто-то заставил, кто-то сказал, ну давай произнеси молитву покаяния. Это не работает. И человек может быть в самообмане. Кто-то сказал ему, давай произнеси, все, ты с Богом теперь, ты спасен. Как кто-то сказал, так же, как мы рождаемся в мир. Это реально. Если ты родился, ты появился в мире, да? Так же в Царстве Божьем. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье. Поэтому добровольно мы и сознательно это сделали. Вступили в завет с Богом. Пришли к Нему, встретились с Ним. В этом завете, это могущественный завет через кровь Иисуса Христа, когда Бог Отец настолько сильно любит нас. Вот любил мир, что отдал самое ценное, что было у Него своего Сына за наши грехи. И когда мы пришли к Господу, мы в завете, Он отдал нам, нам самого Себя полностью. Поэтому Библия говорит, что не любите мира, не того, что в мире. Если кто-то хочет любить мир, он становится врагом Богу. Бога не устроит немножечко нашей души. Нет. Он говорит, я отдал Себя за Тебя целиком. И видите, до ревности любит Дух. Дух Святой, который живет в нас, до ревности любит. Это завет любви. И когда Бог видит, что сердце человека, состоящее с Ним в завете, не полностью ему принадлежит, Бог ревнует. Это ревность. А ревность – это сильное очень чувство. Оно, наверное, не совсем... Что-то происходит в сердце того, кто ревнует. Он переживает за отношения. И говорит, до ревности любит Дух. Вот эта мысль, которая важна, что Дух Святой, который живет в нас, Он нас любит до ревности. Ты не думай, что Богу просто так, когда мы где-то идем на какие-то компромиссы. Ревность Божья. И это важную мысль, которую здесь подчеркивается, что Бог ревнует. Если мы начинаем любить мир, а мир ненавидит Бога. Это, знаете, точно так же, как дружить с кем-то, и также еще дружить с кем-то, кто враждует с тем, с кем ты дружишь. Понимаете? Это такое, какое-то двойные стандарты. Если я с кем-то дружу, я не буду дружить с врагом моего друга, потому что это очень неправильно. Я буду дружить с тем, кто поддерживает моего друга. Иногда, знаете, я в мире вижу, как даже в церквях бывает, что очень странная дружба бывает. Как будто ты и тем, и тем всегда определись и так же с Богом. Если ты определяешься, что ты дружишь с Богом, будь верен Богу. Будь верен Богу. И написано, но тем большую дает благодать. Итак, Бог любит нас до ревности. И тем, кто верен Ему, написано, Бог дает благодать, большую благодать. А что такое благодать? Это сверхъестественно. Все, что с Богом, это сверхъестественно, это Божье благоволение. Знаете, как важно, чтобы мы были людьми, на которых есть благодать. Чтобы на нашей жизни была благодать. Потому что, когда благодать Божия есть на нас, мы это видим, мы это знаем, мы это ощущаем. По-другому все, когда есть благодать. Очень сложно без благодати. Мы напрягаем силы, мы пытаемся, у нас не получается. Библия говорит, что когда затупился топор, очень там надо напрягать, много сил, много энергии. Но мудрость может это исправить. Благодать может это исправить. Если ты молишься без благодати, это такое ощущение, когда ты рубишь это дерево тупым топором, делаешь что-то без благодати. Это тягостно. Это тягостно. Это не приносит удовлетворение. Вообще без благодати все тягостно. Все сложно. И иногда мы не понимая, что нам нужна благодать, мы пытаемся найти причины. Вот даже мы обвиняем кого-то в обстоятельства, условия, людей. А нам нужна благодать. Тем большую дает благодать. И написано, что Бог... Поэтому написано, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Бог ненавидит гордость. Потому что гордость полностью противоположна Божьей природе. Смотрите, Бог гордым противится. Бог гордым противится. Бог препятствует гордым. А кому это написано? Божьим детям. Бог говорит, ты нуждаешься в благодати. Сверенным я даю благодать. Но гордому я буду противостоять. Я не буду ему помогать. Еще есть местописание. Вы не открывайте. Давайте посмотрим. Филипписям 1,19. Бог гордым противится. А смиренным что? Дает благодать. Итак, если ты ощущаешь недостаток благодати, проверь свое сердце и проанализируй свое сердце, нет ли там раскол гордости. Итак, Филипписям 1,19. Посмотрим еще одну грань благодати. Одна грань благодати. Ибо знаем, что это послужит, это Павел говорит, апостол Павел, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Заметьте, содействием Духа. Что такое содействие? Помощь. Содействием Духа Иисуса Христа. Что это значит, содействие Духа? Что Святой Дух содействует, Святой Дух помогает. Это не значит, что... Некоторые, знаете, как думают, что это благодать? Что Бог за меня все сделает. Бог за меня все сделает. Ты нуждаешься в прорыве, ты нуждаешься в чем-то. И ты движешься в этом направлении, и ты делаешь что-то в этом направлении, и ты нуждаешься в благодати. И когда ты делаешь то, что ты должен делать, Бог содействует тебе, Бог содействует нам, Бог помогает нам. Когда мы делаем, Он устраивает, Он устрояет. Это и есть содействие Духа. Это и есть содействие Духа. То есть, если мы хотим видеть благодать, нам надо делать то, в чем мы желаем Божьей помощи и ожидать Божьей помощи. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. То есть, Бог не играет по нашим правилам. Мы тогда думаем, ну, я думаю, что я смогу уговорить Бога. Бог не играет по нашим правилам. Есть слово. И Он говорит, если ты будешь гордым, ты не увидишь содействия благодати. Если ты будешь смиренным, если ты смиришься, если ты будешь бороться с гордостью, не так легко, правда, кто когда-либо пробовал, и вообще гордость, она маскируется. Ты не всегда даже поймешь, что это гордость. Но если ты понял, то борись с этим. Не позволяй, чтобы гордость, она, как этот горький корень, произрастала, укоренялась, укреплялась. Потому что это полностью лишит нас благодати. Но смиренным, написано, дает благодать. Поэтому, если ты видишь, что недостаточно благодати, искореняй любые проявления гордости. И так гордость будет мешать нам жить, мешать нам радоваться, быть счастливыми. Но особенно мы должны понимать, что Бог, Он не будет сотрудничать с гордым человеком. Ну, конечно, мы по плоти все гордые. Но поэтому и написано, что смиряй себя. То есть смиряй. И когда ты смирен, вот насколько мы смиренны, братья и сестры, настолько много благодати. Насколько ты смог смириться, настолько благодать. Ты как бы полагаешься на Бог, полностью полагаешься на Иисуса. Благодать пропорционально смирению. И смотрите, не Бог нас смиряет, но это должны делать мы. Аминь. То есть Бог, Он не будет нас смирять. И кто-то скажет, о, все нормально, я вот такой. Но Бог будет ждать. То есть это наша компетенция. Библия говорит, достигайте любви. Кто-то скажет, у меня такой характер, я не могу по-другому. Но есть качество любви. Да? Как вы думаете, для чего в Библии вот есть эти качества любви? Чтобы мы могли совершенствовать себя. Достигать любви. Менять себя. Смиряться. Дальше посмотрим. Седьмой стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Смотрите, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. То есть, что значит покориться Богу? Это стать под власть Бога. Покоритесь Богу. Невозможно вести духовную брань, если какая-то сфера нашей жизни, она не покорена Богу. Покоритесь Богу. Бывает, что ты знаешь, что ты должен покориться Богу. И проблемы уйдут. Потому что тогда ты сможешь со властью противостоять дьяволу. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Если я живу, помышляя в всяких естественных вещах, плотских вещах, то есть, мой разум, он заполнен всякими пустыми вещами, и для Бога там так немного, то я не приближаюсь к Богу. Смотрите, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. То есть, приблизься к Богу. Если ты делаешь шаг к Богу, Бог сделает тебе навстречу. Три шага. Дальше. Сокружайтесь в плаще и рыдайте. Смех важен обратиться в плач и радость печали. Ведь есть радость в духе и есть радость плотская. Такая пустая радость. Такая поверхностная. Когда мы не заботимся о нужных людей. Мы просто живем в каком-то своем мирке. То есть, если радость в духе написана, всегда радуйтесь. Но если такая радость, она какая-то такая наигранная, искусственная, и такая радость, она мешает нам. То есть, мы как будто поверхностные. Такая радость мешает нам, препятствует нам, приблизиться к Богу. И это так не харизматично звучит, но в Экклезиастам 6.3 сказано, что при печали лица сердце делается лучше. Вот интересно. Мы можем, вроде бы, такие наигранная такая радость, ну, жить в эгоизме. Но Библия говорит, при печали лица. Когда ты смиряешься, каешься, ты анализируешь и... Знаете, если ты знаешь, что ты что-то неправильное, да, должно что-то быть изменено. Это приносит печаль. То есть, не мерзкую печаль, но печаль к покаянию, которая приносит жизнь. И написано, при печали лица сердце делается лучше. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас 1 Петра 5, с 5 стиха. Давайте еще посмотрим, как параллельное место этому. С 5 стиха. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием. И опять смотрите, это же мысль. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Итак, я еще раз прочитаю. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас, вознесет вас. Смиритесь пред Господом, вознесет вас. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое, заметьте, вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Еще одна грань смирения, быть там, где ты должен быть. Быть там, где мы должны быть, делать то, что мы должны делать, делать то, что мы должны делать сейчас, когда ты там, где ты должен быть, и когда ты делаешь то, что ты должен делать, там есть благодать, потому что это смирение. Знаете, я думаю так. Большой процент христиан, если ты спросишь, уверен ли ты, что ты в воле Божьей, или знаешь ли ты волю Божью для своей жизни? Я думаю, что не так много сегодня христиан знают волю Божью о своей жизни. Или ты спросишь, находишь ли ты воле Божьей? Но когда ты знаешь о благодать Божьей, воле Божьей, то необходимо смирение, чтобы согласиться с Богом, быть там, где ты должен быть, делать то, что ты должен делать. И мы думаем, что если ты в воле Божьей, это обязательно, просто для твоей плоти так прекрасно ты ощущаешь. Но заметьте, смиритесь, да, и Он вознесет, вознесет. Это что? Значит вознесет? Как вы думаете, что значит вознесет? Для тебя что значит вознесет? Ты будешь там, о чем ты мечтаешь. Бог тебя вознесет. Бог тебя благословит. Но когда? В свое время. То есть это значит, что часть воли Божьей ты проявляешь, и я проявляю, мы проявляем послушание, чтобы там быть. И это смирение. То есть быть там, где ты должен быть. Ты, может быть, не хочешь, ты говоришь, я смиренный, но я не хочу делать этого, я не хочу быть там. Но тогда ты еще не смирился. Даже Иисус молился и в Гессиманском саду, и Он говорил, что если возможно, доминует Меня чаша сия. Бог не заставляет нас делать такие вещи, как Христос сделал. Он пошел на крест. Намного проще все. Но нам необходимо смирение. Быть там, где ты есть или где ты должен быть сейчас, доверяя Богу, что Он позаботится о тебе. И доверяя Господу, смотрите, братья и сестры, доверяя Господу, что Он вознесет тебя, когда? В свое время. Что Он вознесет. Бывает нам трудно или нелегко, или не очень хочется быть там, где мы должны быть сейчас. Я это по себе знаю. Что не всегда хочется. Мы не всегда ценим то, что мы сейчас имеем. Я даже пример приведу. Пастырь в церкви, в деревне, и у него 10 человек. Ну, может такое быть. В каком-то городке, о котором я сегодня немножко раньше говорил, городок, где нет возможности уж. И там всего лишь 10 человек. Там, например, 7 бабушек. И когда Он им проповедует, они половину не понимают, о чем Он им говорит. И рядом город. И там церковь побольше. И там больше возможностей. И я уверен, что этот пастыр в деревенской церкви, он даже может огорчаться, и он будет думать, ну, там же по-другому. Но знаете что? В этой деревенской церкви, где здесь тоже кто-то должен быть. И я всегда, когда... Я восхищаюсь теми людьми, которые верны в том, что нам по естественному взгляду кажется, а что тут вообще еще нет? И это тоже смирение. То есть ты делаешь... Может быть, это никто не оценит. И никто это не видит, и никто не оценивает. Но Бог написано, что Он вознесет в свое время. Я помню, когда я приехал в Гродно. Вот Сергей и Света, они знали. 94-й, 95-й год. Мне было 23 года. И там, откуда я приехал, там была большая церковь. А здесь начиналась церковь. Знаешь, когда ты с большой церкви приезжаешь, и ничего нету, и ты реально ощущаешь такую пустоту. И тебе не... По-человечески тебе не хочется. Тебе хочется уехать обратно. Но ты просто знаешь, что Бог хочет, чтобы ты был здесь. и это привел как пример. И потом, когда я был мастером, я думал, ну, скоро, наверное, церковь вырастет. Но она так и не выросла, как я хотел. И даже некоторые люди уходили, и некоторые были недовольны, и некоторым не нравилось. Но суть не в том, как и кто думает о нас. Библия говорит, верный в малом он будет на многие поставлены. Давайте еще посмотрим несколько бесписаний, будем молиться скоро. 1 Коринфянам 3,8. 3,8, и затем 1 Коринфянам 4, 4 посмотрим. 3,8. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый, скажи каждый, каждый получит свою награду по своему труду. И так мы можем смотреть и оценивать чей-то труд. Мы можем даже осуждать чей-то труд. И нам может что-то не нравится, но Библия говорит, что каждый, каждый здесь находящийся, каждый получит награду по своему труду. по своему труду. 4 глава с 1 стиха. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Божьих и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, смотрите, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Чтобы каждый оказался верным. Что от домостроителей требуется? Чтобы оказаться верным. Для меня, смотрите, Павел говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. И я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Итак, не суди чье-то дело, делай свое дело. То есть подумай о своем деле, потому что каждый получит награду по своему труду. Поэтому вот это первое мы сейчас, не суди чье-то дело, делай свое дело, покажи свое дело. То есть покажи свое дело. Будь верен в своем деле, покажи успех в своем деле, не бунтуй, не думай плохо о других, не будь высокомерным, не будь таким вот сложным. Помогай тому, кого поставил Бог в твоей жизни. И это есть смирение. И Бог вознесет тебя. И это значит, что твои мечты будут исполняться. Ты помогаешь кому-то исполнить его мечты. И тогда обязательно Бог приведет кого-то в твою жизнь, кто будет помогать тебе исполнить твои мечты. Мы всегда думаем, я хочу, у меня свои интересы. Но Божья благодать, Бог тебя вознесет, Бог поможет. Бог позаботится о твоих мечтах. Потому что Бог сам этого хочет. Он сам сказал, что я тебе вознесусь, и ты будешь смирен. То есть Бог это хочет. И Он сам пообещал тебе это. Он сам пообещал тебе это.